Слава Богу. Давайте помолимся все, встанем на наши здоровые, слава Богу, ноги. И знаете, сегодня утром пришло такое слово, что это Псалом 31, 8 стих. Я даже написал его в Фейсбуке, в Инстаграме, о том, что Бог говорит, что Он сам покажет нам путь, по которому нам нужно идти, и о том, что Он никогда не упустит нас из вида. И вот эта пророческая конференция, которую мы решили организовать с нашим дорогим другом Аградом во Христе Анатолия, и она такая спонтанная появилась идея, но мы ее организовали, и она пройдет, это будет пророческое время. Но эти пророчества, они высвобождаются только для тех, кому они нужны. Потому что если люди слушают, кому они не нужны, они их не услышат. И это нормально, это неплохо, это не потому, что люди плохие, а потому, что не пришло время. Все, кто сегодня будет здесь, время пришло для всех. И поэтому давайте за это помолимся, благословим путь всех, кто еще по дороге сюда. Попрошу всех отключить мобильные телефоны свои, даже те, которые у вас в сумочке случайно остались. Аллилуйя, Дед Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты собираешь, Господь, птенцов своих здесь, Господь, на этой земле. Когда Ты плакала в Иерусалиме, Господь, Ты говорила, что Ты хотел собрать всех нас, как птенцов, собирая птицам. Но сегодня, Господь, по воле Твоей, под водительством Духа Святого, Господь, мы собираемся на этом месте. Собираемся на святой земле Твоей, Господь. В этом городе, который называется Первый в Сеоне. Мы просто провозглашаем сейчас, что мы здесь для того, чтобы приготовить Тебе путь, Господь. Мы хотим, чтобы Ты наставлял нас и говорил нам, куда Ты хочешь, чтобы мы шли, Господь. Ты просишь нас идти туда, куда сам прежде хочешь идти, Господь. Просто покажи нам этот путь, укажи нам, Господь, что мы должны делать. Мы просто просим Тебя, чтобы Ты был с нами сегодня, наполнял нас Духом Своим, Существом, и исцелял нас, Господь. Для того, чтобы мы, Господь, являлись Своими делами, Своими словами, славу Твою, Господь. И чтобы пробовать Евангелие через нашу жизнь, через эти пророчества, которые будут сегодня высовершены, Господь. Продвигалась дальше, из Иудеи в Самарию и даже до края земли. Я благословляю сейчас весь ход этого служения. И мы в согласии просим Тебя, Господь, чтобы у них ничто не вмешало, чтобы все пути тех, кто сюда по дороге, были благословлены, Господь. И чтобы ничего не помешало им добраться сюда, потому что они все хотят услышать Слово Твое. Благодарим Тебя за наших гостей, которые приехали сюда сегодня из разных стран. Это и Франция, это и Россия. И благословляем Господь их служение, благословляем их пути. И пусть Твоя слава будет в нашей жизни, как знамя над нами. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Сегодня у нас есть с вами хороший повод для того, чтобы собраться и поговорить о праздниках, которые Господь заповедал нам. Праздновать называется это праздники Господни. Я уже много раз проводил подобного рода конференции. Есть и записи этих конференций в интернете. Я не буду сегодня возвращаться и говорить об этом, обо всем. Я вкратце напомню то, как я вижу это откровение о праздниках. Я напомню вам, что праздники Господни, а ими постановление вечное. Я хочу напомнить, что если сегодня в церкви мы слышим от некоторых служителей. Я еще раз, я никого сейчас не осуждаю, потому что я уверен, что каждый служитель, каждый пастор, поставленный на свое место, он поставлен там по откровению и по воле Божьей. И в каждой церкви есть свое видение. Мы не можем судить о том, заблуждение, ну или не заблуждение, потому что каждая церковь, она есть столб в Доме Божьем. И у этой церкви есть свое предназначение. И если пока у каждого из этих служителей нет подобного откровения, о котором я сейчас буду говорить, это не значит, что эта церковь плохая или там видение плохое. Ни в коем случае. Эта церковь поставлена там Богом. Это Божья воля на то, чтобы эти люди там находились. И то видение, которое есть у пастора, это видение, которое ведет эту церковь, вокруг которого собрались те самые птенцы, которые Господь собирает. Но я получил такое откровение, и им делюсь. И вы знаете, что очень многие люди соглашаются с этим видением. Может быть, даже некоторые принимают его. Почему мы должны соблюдать праздники Господня? И я вернусь немножко к истории. Мы знаем с вами, что есть такое, вернемся немножко в ботанику, такое понятие, как корни. И если я сейчас просто нарисую здесь корни на этом месте, то никто не поймет, к чему они относятся вообще. Ну, корни и корни, знаете, когда растет пень сухой, просто сухой пень. У него тоже есть корни, и они уходят глубоко в землю, но он сухой, он мертвый. Корни обычно нужны пню для того, чтобы его не выкарчивали, а дереву для того, чтобы жить. Согласны? Так вот, у нас, когда апостол Павел рассказывает нам о аллегории, которую он приводит, он рассказывает нам о дереве, которое называется маслина. Если вы видели когда-нибудь маслину, это такое очень интересное дерево, оно такое очень переплетенное все. Окей, и маслин это одно из деревьев, которые невозможно убить. Есть два таких дерева, которые говорит Писание. Одно из этих деревьев называется маслина, или олива, или этсазайт. И это дерево, которое символизируется в еврейской традиции как дерево вечной жизни. Это дерево, которое никогда не увидали, но всегда зеленое. Вот в России у нас вечно зеленое что? Доллар, да? Ёлка. А в еврейской традиции вечно зеленое является маслина. То есть она всегда имеет здесь зелень. Но вот эта зелень, она немножко обманчива. Она прикрывает плоды, которые есть на этом дереве, до момента, когда они окончательно созреют. И когда смотришь на это дерево издалека, то, ну дерево и дерево, там нет ничего. Но только приблизившись к нему вплотную, мы видим эти плоды. Мы вдруг обнаруживаем, что среди этих деревьев, среди этих листьев зеленых, есть еще и оливки, которые нужно сорвать и попробовать. Они горькие на вкус. И сами по себе оливки, они невкусные, их не едят. Это плоды, которые, ну, может быть, для человека неинтересны, если бы он не знал, как их правильно использовать. И только когда мы их сливаем, когда мы делаем из них первый отшим, второй отшим, у нас есть масло и для храма, у нас есть масло и для еды, и для ухода за собой, и для всего остального. Если мы еще умеем правильно приготовить и засолить эти оливки, у нас есть еще и питание. На оливках можно жить. Это аптека. И это одна из особенностей, одна из особенностей этого дерева. Вторая особенность этого дерева, что это дерево невозможно если бы убить. И те, кто занимается сельским хозяйством, почему, помните, да, это написано в послании к римлянам. Рим, это тоже, ну, Италия, современная, да, это Римская империя. Римская империя, это часть сельдеземноморья, так же, как и в Греции, так же, как и в Испании, там тоже много оливковых плантаций. И там знают, как с этим работать. И когда он им объясняет по поводу оливы природной, то есть, которая растет от корня, он им еще и говорит про оливу привитую. Помните? Было такое место, что олива привитая. Так вот, у оливкового дерева есть такая особенность. Если мы берем вот эту ветку, скажем, вот в этом месте, и вырезаем ее особенным способом, то у нас в конце получается вырубленная вот такая вот ветка, окей? На ней есть какие-то листья, окей? И вот это вот место, как клин такой, его оболакивают землей и ставят на сохранение где-нибудь в темное место. Оно способно жить достаточно длительный срок, несколько лет. Вот в таком отрубленном виде, упакованной землей, сырой. В те годы, когда есть засуха, и оливковое дерево приносит недостаточно плода, в этот год берут, выбивают клин на дереве, очищают этот клин от земли и прививают эту ветку, которая была сохранена на будущее, к природной мазлине. И вот какая интересная особенность, что эта ветка не только начинает давать плоды, она усиливает способность самого дерева природного давать плоды в два, то есть в три раза больше, чем она давала обычно. И почему апостол Павел пользуется этой аллегорией, когда говорит о привитой маслине? О том, что мы, как церковь, привившись к корням, то есть то, о чем он говорил, да, о еврейских корнях церкви, привившись к корням, мы должны вызывать у евреев что? Ревность. То есть заставлять природную церковь тех детей, которым в вере на Писание приносить больше плода. И сегодня он говорит, что если языческая земля привелась к церкви, к корням, к природной церкви, как часть ее, то есть как будто это ветер, она должна заставлять природную часть приносить больше плода. И именно об этом говорит нам Павел. Но он еще одну интересную вещь говорит. Он говорит вещи, которые, может быть, для сегодняшней церкви, особенно церкви вне Израиля, очень непонятные вещи. Например, что мы внутри Бога сегодня, да, в теле Христа, по обетованию Аврааму. То есть мы вдруг стали все детьми Авраам. То есть мы не дети Бога, он нам говорит, мы не дети царя. Мы говорим, что он говорит, мы дети Авраам. Почему? Если мы с вами откроем... Если мы с вами откроем... Откроем книгу пророка Исаии. Давайте мы ее откроем. Давайте мы прочитаем с вами только несколько стеклов. Так, где это было? Это 53 глава. Ибо он зашел перед ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Мы знаем с вами, что это пророчество об Иисусе Христе. Да, и теперь давайте мы с вами откроем Евангелие от Иоанна. И в Евангелие от Иоанна у нас прямо в первой главе есть интересное такое сравнение. Смотрите, что пишут здесь. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но свет был постным, чтобы свидетельствовать о свете. В Евангелие от Иоанна, когда он пришел к своим, и свои не приняли его. Там написано, да, в первой главе Евангелия от Иоанна написано, «Он пришел к своим, и свои не приняли его». Почему написано у Иоанну, что он пришел к своим, и почему свои не приняли его? Дело в том, что я об этом уже говорил, и обычно, когда я проповедую об этом людям, которые не находятся в Израиле, то есть неприродные маслиры, для них это звучит немножко дико, но тем не менее. дослушайте до конца может быть и для тех кто никогда в этом не слышал тоже будет интересно скажите пожалуйста для кого вообще к кому пришел иисус к евреям то есть там написано что он пришел к своим и свои привели он пришел к евреям а почему пришел к евреям понятно что он еврей потому что совет у бога был с тем с евреями с народом израиль сначала с евреями в лице авраама потом с народом израиль и соответственно и жертва которая должна быть принесена она должна быть принесена за кого первую очередь за евреям почему давайте вспомним кто такие должны к тем должны были быть евреи по замыслу бога царственным священством то есть священниками между человечеством и богом прежде чем священник войдет в святая святых он должен был сделать что омовение и жертвоприношение за свои грехи он должен был принести жертвоприношение и должен был принести омовение за свои грехи могли ли евреи на тот момент исполнить роль священника нет потому что за 700 лет до рождения иисуса христа первой главе пророка исаи написано что жертв ваших я не хочу ваши праздники бремя для меня вы говорите ко мне а я отворачиваю ухо свое вы взываете ко мне а я не слышу вас почему он это говорит потому что там дальше есть разъяснение потому что ваши руки написано полны крови что это значит это не кровь жертвы это кровь которая называется человека убийства и евреи на тот момент не могли нести функцию священства за них должна была принесена совершенная жертва и этой жертвой стал господь иисус аминь с этим все согласны теперь каким образом бог иисус господь стал богом не евреев ведь он не умирал за язычников да но с каких пор он стал их господом с каких пор его жертва омывает не евреев почему вдруг люди которые евреями не являются они такие же дети божьи через кровь иисуса христа как и евреи почему очень важный момент согласен но почему можно заявить любое заявление и эти можно было еще кучу книг разных написать и сказать что новый завет но почему все что там написано это правда как же я вам объясню давайте вспомним какой был первый завет бога с человеком по поводу вечной жизни и вечного благоденствия с кем он заключил этот завет вспоминайте вечного благословения вечной благодати вечно с авраамом совершенно верно почему заключил с ним этот совет потому что написано что авраам поверил богу и это изменилось ему в праведность и дальше бог совершил с авраамом односторонний завет на нас всех животных прошел между ними как огонь как бы из печи да как столб огненный стоп облачный прошел и заключил с ним этот завет и получается что совет который есть с богом у авраама он завет с евреями то что авраам был первым евреем правильно и этот совет вечный потому что он односторонний и нарушить бог свой собственный завет не может аминь для того чтобы искупить вину всех евреев которых он потом впоследствии называет царственным священством нужно было принести жертву за грехи евреев и вот когда я задаю вопрос каким образом не евреи стали омыты кровью иисуса христа если мы не знаем как бы священного писания от начала и не рассматриваем всю библию целиком мы не можем этого понять ответ он очень простой ответ кроется в том что язычники которые называют себя сегодня язычниками а я категорически против вот брат анатолий знает я постоянно поправляю когда они приезжают сюда джентал джентал которые называют себя язычниками я постоянно поправляю не называйте себя язычниками потому что вы язычниками были то уверование а когда вы уверовали в крови иисуса христа вы стали евреями потому что евреи это не национальность в ту дадзуте и удостоверение личности еврей это принадлежность к роду авраам и мы с вами по вере стали все евреями и вот когда мы уверовали в этот момент кровь христа омывает нас потому что это жертва принесена из-за нас из-за язычников потому что когда я говорю вот приходит можно я тебя как там представитель церкви язычников доля ставлю нет церкви язычников не дай бог нету такой церкви есть церковь иисуса христа и все кто были язычниками уверовав в иисуса христа приняв его в жертву стали моментально кем евреями по вере в авраам по вере авраам вы простите по вере авраам то есть маслина привитая стала частью той которая питается от одних и тех же корней от авраам и знаете когда проходит год два три вы не отличите привитую ветку от природы потому что бог действительно принимает себе это еще одно обетование которое нам являет бог в своем творении я всегда вспоминаю восемнадцатый псалом не написано что вся вселенная проповедуют о славе божьей потому что мы реально во всем это видим помните что я с вами говорил еще в одном дереве который упоминается ветхом завете это дерево который называется смоковник так вот еще одно дерево на котором говорит библия она говорит нам самых первых строк библия в этом дереве говорит дерево называется смоковница кто видел когда-нибудь настоящую смогу я вам показываю только в кино сходите в старое здание старое здание нашего муниципалитета вот здесь на ручек там во дворе растет смоковница мы как-то с давидом по моему были там я показывал какого размера листья у смоковницы огромный они огромные это не вот такие вот листочки это огромные листья из как будто теперь понятно как адам и ева сшили себе из этого одежду так вот смоковница это еще одно дерево которым говорит нам писание и говорит неоднократно но с этого дерева начинается все помните что после сотворения мира первое дерево которое нам упоминают это дерево смоковница второе первое дерево которым нам упоминать после потопа после очищения такое дерево маслина это два дерева которые олицетворяют начало новой жизни начала чего-то нового так вот Вот в смоковнице еще одно дерево, которое невозможно убить. На иврите оно называется Этс Ашикма. Что такое Ашикма? От какого слова, если на такие ивриты есть? Шикма от слова Вшикум, восстановление. Вы можете вырубить ее под корень, можете ее сжечь, но если у смоковницы остались корни, она все равно будет продолжать расти и плодоносить. Потому что это дерево, которое невозможно убить. Еще один важный момент, чтобы дотянуться до момента, когда Иисус тебя заметит, тебе в Ерехоне нужно было залезть на смоковницу. Захейн залез на смоковницу, чтобы Иисус его заметил. для того, чтобы скрыться от Бога, спрятать свою наготу. Адам и Ева прикрылись листьями смоковыми. Когда мы пытаемся казаться тем, кем мы на самом деле не являемся, то Бог может нас и проклясть за это, вы знаете? это было уже в истории, когда Иисус подошел к дереву, на котором Он думал, что есть плоды, и не нашел их там. и проклял это дерево. Вы знаете эту историю? Вы слышали эту проковедь? Нет? Это про смоковницу. Нет, историю вы знаете, а почему? Атеисты сразу говорят, каким образом всемогущий Бог, который творец неба и земли, который знает все обо всем, не узнал, что оказывается там нет плодов. Он что, не знал до этого? А вот интересная особенность смоковницы. Она, как мать своих птенцов, защищает листьями свои плоды от птиц. Если маслина приспособилась так, что плоды и листья одного цвета, то смоковницы плоды другого цвета, они желтые. И на зеленом фоне их очень хорошо видно. Для того, чтобы птицы их не скрывали, смоковница листьями прикрывает свои плоды. Бог так создал, что когда ветви становятся мягкими, и листья начинают немножко менять свое направление роста, это значит, что под листьями есть плоды. Иисус увидел, что на дереве, исходя из того, как оно выглядит, должны быть плоды. Но там их не нашел. И проклял ее. Почему? Потому что это нам свидетельство того, что если мы будем пытаться казаться тем, кем мы не являемся на самом деле, то у нас проблемы. Потому что внешне, да, это круто, но вовнутри-то ничего нет. И это аналогия с набедренными повязками в Эдемском саду. Что они смогли прикрыть этими повязками? Да ничего. Что там, как говорится, Бог не видел? Он сам все это создал. Они пытались прикрыть свой стит. Но представьте себе, что два этих дерева – это вечные деревья. Их истребить невозможно. Невозможно. Поэтому Бог всегда показывает нам свои свидетельства, свидетельство своей славы через какие-то определенные моменты, которые нам были бы доходчивы и понятны. И вот сегодня, почему я начал с этого наш рассказ и нашу конференцию, и сейчас я познакомлю вас с нашими гостями, потому что, вы знаете, церковь сегодня, я думаю, что Анатолий будет об этом говорить, у меня вот такое есть ощущение, церковь сегодня пытается казаться совсем не тем, чем она является на самом деле. Мы прославляем во всех местах, во всех странах, во всех народах, Бога Авраама и Цхака и Якова. Мы признаем Иисуса нашим Господом и Спасителем во всех народах. Но почему-то при этом мы забываем, что изначально Бог избрал одно единственное звено, которое стало первым в цепочке из многочисленных поколений, и называется это звено Авраам, потом Ицхак, потом Яков. Ты видишь, как кольцо или часть. Это часть процесса. У нас Бог, который Бог поколений. Он никогда не является Богом одного человека. Он Бог сначала отца, потом сына, потом внука, а потом всех остальных. Our God is the God of generations. He started from one person, his name Abraham. He continued to Isaac, and continued to Jacob, and then for all the people of Israel. So it's never the God of only one person. It's the God of generations. We are the part of this generation. We are part of this process of blessing, of salvation. Может, ты меня больше на английском переводить? Я думаю, что все у меня слушают на русском. Окей? Переводи суть, не переводи меня дословно. Переводи суть. Так вот, я когда-то столкнулся где-то примерно года четыре назад с явлением, которое для меня было странным. Мы встретились с одним пастором. Зовут его пастор Блейк. И пастор Блейк начал спрашивать у меня мое свидетельство. О том, как я покаялся. О том, кем и в очереди. Интересно, что я был когда-то всем дорелигиозным евреем таким, типа фарисеем. Light version. Вот. И когда он меня об этом спрашивал, он с особым интересом потом спрашивал, а как я пришел к Иисусу, как я узнал? И я потом спросил, а почему, собственно, интересуется? Таких историй, как у меня, она одна из массы. Вот мы недавно, два дня назад, были на молодежном вечере в Нитании. Большая часть присутствующих были израильтяне. Они действительно верующие в Иисуса Христа. И для русского человека, евреи, верующие в Иисуса Христа, и болят молодежи, это что-то сверхъестественное. А там их было 350 человек, и это еще не все приехали. И я выяснил, оказывается, я тогда об этом первый раз услышал, чтобы вы понимали. Он говорит, в Америке есть церкви, которые после каждого служения собирают молитвенные группы и молятся за уничтожение государства Израиля. Церкви не католические, не православные, протестантские. Когда он говорит, я начал их спрашивать, как вам такая мысль вообще в голову пришла? Они говорят, Бог отверг этот народ. А он говорит, они говорят, что да, отверг. Они берут, опираются на стих из Исаии. В одном из переводов написано, что я исторг этот народ из себя. И теперь церковь стала Израилем. И благословляет она только церковь. А пока существует Израиль, Мессия не придет. Потому что евреи насильно пытаются удержаться на позициях. Типа, помните вот это местописание, что дети сатаны, дети змея и так далее, горе вам фарисей. Опираясь на это, люди молятся за уничтожение государства Израиля. А его миссия вообще была, это открытие и создание церквей в Африке. Он всю свою сознательную пастерскую жизнь провел в миссиях в Африке. У него там сотни церквей огромных, тысячные, племенами каются. Там такие свидетельства, что вообще просто. Он продолжает стать этой миссией. И один раз, когда он был в Африке, он получил такое откровение. Пока ты здесь в Африке проповедуешь тем, кому могут проповедовать и другие, мой народ ждет откровений и мучается. Я начал спрашивать его, что за мой народ? Какой мой народ? Кто твой народ? И мне Бог конкретно показал на Израиль. Прямо видением. И я, говорит, понял в молитве, что мне нужно сделать что-то не для Израиля, вернее, а что-то об Израиле. И он начал молиться. И к нему пришло такое откровение, что он должен знакомить людей из церквей, которые против Израиля, с Израилем. И он начал такое небольшое служение. Раз в год он начал привозить сюда пасторов и служителей из Америки, которые до этого были категорически против Израиля. Для того, чтобы они здесь знакомились с такими людьми, как я, с пасторами, со служителями, с покаявшимися из евреев. И вы знаете, начали происходить чудеса. Эти люди, побывав здесь в Израиле всего неделю, пообщавшись с нами два-три раза, побывав на стене плачев, поездив по нескольким местам, он очень хорошо знает Израиль. Они просто приезжали в Америку и начинали каять людей в их грехе противления Божьей воли об Израиле. Они из ненавистников Израиля превратились в яростных таких ревнителей Израиля. И он говорит, я почувствовал, что это не я. Я вообще к этому руку не предложил. Я просто посадил их в самолет, купил им билеты, привез сюда, а остальное, говорит, все сделал Бог. И так продолжалось несколько лет. Сейчас он уже как бы встречается с другими пасторами, у него не было цели с кем-то одним встречаться. Но мы с ним были несколько раз, вот на ретрите мы с Давидом были в Иерусалиме. И где-то два года назад мы познакомились с Анатолием. Обратите внимание, один живет в Хаваровске, Анатолий, а второй живет в Орландо, в Америке. И у них одинаковое видение. По поводу того, как, ну, Анатолий с вами не поделится подробнее, но в общих чертах, да? Что необходимо привезти человека в Израиль, чтобы он познакомился с тем, что такое воля Божья, и что такое Израиль в программе спасения Божьего. И Анатолий этим занимается уже не первый год. И мы с ним вот два года познакомились, мы даже проверили несколько конференций, вместе несколько экскурсий. И мне это служение очень близко. Почему? Потому что когда-то я получил откровение, еще когда-то Анатолий я не знал, и пастора Блейка еще не знал. Я получил откровение, учи об Израиле. Для справки, на тот момент я был невыездной из Израиля, и я задал Богу вопрос, я говорю, кого учить об Израиле? Израильтя? Они и так все знают об Израиле. А ответа не было. Ну, знаете, претерпевший до конца спасется, что называется. И я дождался ответа. Приехал сюда Анатолий, мы еще с ним не разговаривали о совместном служении, и он мне сказал, люди будут приходить сюда, к тебе, чтобы у тебя услышать об Израиле. И вот тогда у нас состоялась первая конференция. И когда Анатолий приезжает в Израиль, я никогда не упускаю возможности пообщаться с ним. Почему? Очень многие постараются, я с ними согласен, я не спорю с ними, это не осуждение, это просто как констатация факта. Говорят, зачем мне слушать от бывшего язычника какие-то рассказы об Израиле? Я сам могу про Израиль, что хочу рассказать. Но вы знаете, рыба не видит аквариума, в котором она живет. И когда рыба не видит аквариума, в котором она живет. И когда приходит человек, извне, и рассказывает мне не про Израиль, нет, не про Израиль, а про то, как видится Израиль снаружи, и каким народы хотели бы видеть нас, как священников, мне хочется послушать. Потому что, знаете, какой у меня дар от Бога, какое у меня призвание в Боге, мне скажет Бог. А вот какой у меня дар, и как я этот дар могу использовать, мне скажут только люди. То же самое. О том, как я должен действовать для народов, мне скажут только народы. Знаете, я могу долго рассказывать людям, как нужно себя вести, но если они во мне не видят лидера, они не будут себя так вести, как я им говорю. Израиль призван быть лидером. Израиль должен... С него начнется суд, вы знаете, да? И вход в Иерусалим начнется с кого? С Израиля. Первым пойдут израильтяне, а потом все остальные. Израильтяне пойдут двенадцатью путями в Иерусалим, а бывшие излишники каким путем пойдут? Одним. Через ворота Иудины. Нет других путей для бывших излишников. Но поймите, что мы должны быть действительно каким-то примером. Поэтому, когда Иоанн, креститель, произнес эту фразу, цитировав пророка, «приготовьте путь Господу», он говорил не о том, что мы должны сейчас взять бульдозеры и разровнять все горы, засыпать этой землей все долины, чтобы путь у Господа был ровный. Нет, мы должны приготовить этот путь Господу сначала со своих сердец, начиная. Со своих домов, со своих церквей, со своих семей. И когда мы этот путь приготовим здесь, по этому пути очень легко будет войти всем остальным народам. Потому что только через священника есть доступ в храм. И мы народ священства. Но, произошло интересное событие 2000 лет назад. У нас у всех появились одинаковые шансы войти в Царство Небесное. Потому что появился один первосвященник, Ходатай, который за нас ходатайствует 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И он уравнял всех. И больше нет ни Эллина, ни Иудея, ни раба несвободного, ни мужчины, ни женщины. Но все мы новые творения во Христе Иисусе. Есть такая теория, я не говорю, что это единственная правда, которая есть. Есть много разных историй. Но в ход Верусалим начнется праздник Суккот. И в Откровении написано, что будут праздник кущей праздновать в Верусалиме всем. И сейчас мы с вами находимся в преддверии этого праздника. Это то самое время, когда мы должны просто сесть, отдохнуть после сунды. Выдохнуть, мы трудились. Все лето. У нас была великая жатва. И теперь пришло время принести плоды этой жатве в Верусалиме. Просто сказать себе, я достоин сейчас войти или не достоин? И если я говорю себе, что я не достоин, мне нужно проверить свое сердце. Потому что Писание говорит, что оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа Иисуса Христа. Если у меня есть ощущение того, что я чего-то не достоин, мне надо проверить свои взаимоотношения с Богом. Потому что Писание говорит, что после смерти и воскресения Иисуса Христа все уверовавшие достоин. И когда мы научимся готовить себе путь сначала, вернее, путь Господу к себе в сердце, тогда мы начнем готовить его для других. Тогда проповедь Евангелия будет звучать другим способом. Она будет звучать уже в сердцах других людей, как наши взаимоотношения с Богом. Вы знаете, очень многие люди завидуют, ох, мне вот такие связи. Ох, мне бы людей, которых Он знает. Мы знаем Бога лично. Люди должны ревновать о том, ох, мне бы такие связи с Богом, как Он не был. А у нас есть путь. У нас есть путь. И Его мы готовим. Аминь. Аминь. А куда мы в это пришли? Евангелие 10.11. 10.11. А, это в 10-м? Да. Окей, тогда я перебуду. По-моему, там единица была. Евангелие 10.11. Жанна Пизнан. В мире был, и мир через него начал быть. И мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не предли. Пришел к своим, и свои не предли. Итак, сегодня у нас будет несколько частей. Еще раз говорю, эта конференция, она спонтанная, но я верю, что Господь будет вести нас на этой конференции. Мы будем молиться с вами, будем молиться друг за другом, будем пророчествовать, слышать пророчества. Сегодня так Господь распорядился, что у нас есть гости из Франции. Есть у нас гости, которые зовут Малико, из Парижа. Они познакомились с Анатолием в Иерусалиме. Вот где бы еще мог познакомиться пастор из Хабаровска, с пророчицей из Парижа. Только в Иерусалиме. Потому что все дороги ведут в Иерусалиме. И она тоже хотела бы поделиться с нами словом. Она сама себе расскажет то, что я не знаю, может быть, она меня поправит. Она служит во Франции, она служит в Слово, она служит в насаждении церквей. Может быть, это не апостерское служение, но тем не менее. Она ведет в пророческое служение, и у ней очень здравое учение об Израиле. Это ее часть. Наша часть, как израильтян, это показать... Она у нее еврейский корень. Нам показать... Конечно, сбудется только написанное Богом. Аминь. Но, возможно, знаете, если бы я не пришел когда-то в церковь и не начали петь псалмы на еврите, я бы не покаялся. Потому что я пришел просто послушать имена. Я не пришел вообще каяться, принимать Иисуса. Я думаю, что если Господу будет угодно, то Малика начнет думать в сторону репатриации. Пока она не хочет. Пока. Но у пророка написано, что соберет всех со всех концов земли. Игорит изучает. Да, игорит изучает. Поэтому мы с вами будем молиться и за нее, и с ней. И я думаю, что в этом есть воля Божия.